Виноград у Марии Васильевны Муравьёвой расходится на ура. За полчаса от полного ящика не осталось ни одной ягоды. Торговать в Центр Сочи 83-летняя пенсионерка ездит из села Разбитый котёл. Выращивает всё сама, собирает, привозит и продаёт. Правда, раньше приходилось торговать прямо на обочине, теперь всё изменилось. На днях здесь установили деревянный прилавок. Очень хорошо, очень большое им спасибо. Хоть меня не пинает на дороге. Я пришла и встала. А то ведь кто хочет, тот меня и отлает. И клиент может отругать, что я на дороге стою. И соседке мешаю по магазину. Тоже говорит, что не тут бабушка стоишь, конкурентка. А здесь очень хорошо. Новый уличный объект на улице Чайковского горожане уже оценили. Свежая зелень, хурма, грецкий орех – всё своё с огорода. Да ещё и цены значительно ниже магазинных и даже рыночных. Они работают по сезону. А в магазине, как придётся, можно прошлогоднее продавать. Человек поставил в свою продукцию и торгует. Это замечательно. Даже я буду за то, чтобы продлить немножко. Дужны, потому что по ходу идёшь, не теряешь времени. Купил между делом и пошёл дальше. Место для торговли, что называется, из первых рук, получило название «Социальные ряды». Эксперимент по их созданию в Сочи по поручению главы города начался весной. Тогда нововведение получило большой отклик как у продавцов, так и у покупателей. Именно поэтому ряды решили расширять. Сейчас таких объектов больше 20 по всему Сочи. Мы сейчас будем заниматься тем, чтобы устанавливать везде социальные ряды, где это возможно. И эта работа будет проходить с ТОСами. Потому что ТОСы сами знают, кто где выращивает. И помогают тем людям, которые мало обеспечены. Социальные ряды в городе будут и дальше появляться там, где это необходимо. Ведь пока есть спрос, будет и предложение. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.